На Кипре плюс 30 и без осадков. Туристический сезон продолжается, но разговор не о погоде. Олег Фурсов и Георгиос Касулидис обсуждают вопросы сотрудничества в разных сферах. Кипр и Россию связывает многовековая дружба и духовные традиции, а 55 лет назад были установлены дипломатические отношения. Сегодня есть возможность укрепить взаимовыгодные партнерства, точки соприкосновения, экономика, культура, образование, туризм. Наш город является участником чемпионата мира 2018 года. Мы будем принимать футбольные матчи. Город меняется активно. За оставшиеся два с небольшим года предстоит сделать много работы. Губернатором Самарской области Николай Ивановичем Меркушкиным уделяется повышенное внимание развитию инфраструктуры города. И мы можем касаться не только вопросов, связанных с инвестициями, с туризмом, но и вопрос развития культуры и, конечно же, обмена образовательными практиками. Кипр для россиян – туристическая мекка. В этом году остров посетили порядка 30 тысяч самарцев. У киприотов большой опыт в создании привлекательной инфраструктуры. Создать подобный кластер они готовы помочь и Самаре. Здесь хоть и не жарко в октябре, но перспективы, если грамотно подойти к организации, гости оценивают очень высоко. Волга – это волшебное место, которое способно привлечь огромное количество туристов, если все это правильно организовать. Лично я с удовольствием совершу теплоходную поездку по Волге. И вы совершенно правильно затронули еще одну область, которая чрезвычайно важна для меня. Это сфера образования. Россия славится своими университетами и тем высоким уровнем образования, которое они дают. Судя по настроению посла, все задуманные проекты должны быть успешными. Он даже предложил установить партнерские связи между Самарой и городами островного государства. Открытие Генерального консульства Республики Кипр будет этому способствовать. Туризм – это главное. Но Самара интересует Кипр еще и как промышленно развитый регион. Республике нужны новые электростанции, телекоммуникации. А недавно там обнаружили месторождение газа. И самарские заводы могли бы изготовить оборудование для этих проектов. Сотрудничество по самым разным направлениям детально обсуждалось на Кипрско-российском бизнес-форуме, который организовала Торгово-промышленные палаты. И Никосии, и Самара заинтересованы во многих проектах. Тем более, что намерения подкреплены соглашениями на высшем государственном уровне. А значит, Солнечная Республика и Самара еще долго будут поддерживать исторически сложившиеся традиции. Олег Зверев, Константин Головин. События. События.